Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос, как научиться выстраивать границы. Научиться отделять себя от окружающих, начать формировать свое представление о себе и работать с чувством контроля над ситуацией, научиться контролировать то, что можно контролировать. Ну вообще, самый лучший способ для вас всему этому научиться, это, конечно, пойти на психотерапию. Потому что это будет наиболее эффективный способ вам помочь. Я думаю, что при других раскладах и при другом выборе решения, просто вы не сможете получить ту именно обратную смесь, которая вам поможет. Личные границы это, в первую очередь, отделение себя от других людей. Личные границы, в первую очередь, это понимание того, где я непосредственно, а где ты непосредственно. Так, что вот, именно вот, отделение себя от других. И, соответственно, это выражение и проявление того, что вы хотите. Вот. И того, чего вы не хотите. Это организация своего психологического пространства. Как физического, так и психического. Где ваша личная пространство. Как оно выражается. Как оно проявляется. Где оно заканчивается. Где начинается. Как человек, грубо говоря, может, например, понять, где заканчивается ваше личное пространство и где оно начинается. Ответы на эти вопросы помогут вам как минимум простроить личные границы. Личные границы – это в том числе и умение говорить «нет» тогда, когда хочется говорить «нет». Тогда, когда есть ощущение, что нужно сказать «нет», когда есть такая необходимость сказать «нет», это тоже личные границы. Что касается представления о себе, то представление о себе – штука довольно расплывчатая, я бы не рекомендовал бы ей особенно увлекаться, потому что представление о себе частенько является довольно статичным, я бы даже сказал костным таким структурным образованием, – которое в большинстве случаев человеку может мешать. Я бы не рекомендовал вам идти в представления о себе, даже если они, эти самые представления о себе, окажутся вам корректными. Дело в том, что в любом случае представления о себе могут меняться и меняться довольно быстро, иногда даже вне зависимости от ситуации, в которых вы оказываетесь. «нет». Поэтому я бы категорически не рекомендовал бы вам опираться на представление о себе и сколько-нибудь полагать, что они могут вам дать, так скажем, что-то хорошее или что-то позитивное, потому что представление о себе – это практически всегда ограничение. Исключение, пожалуй, исключение из правил является, пожалуй, только момент, связанный с профессиональными качествами вашими. И с выполнением тех или иных, значит, социальных ролей. Вот. То есть вот только в этих случаях это является исключением из правил в остальном. На мой взгляд, ситуация именно такова. Вот. Дальше. Значит. Эм. 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 Формирую. Работа чуть-чуть контроля. Эм. Ну. Я бы больше сказал здесь, конечно, не про контроль, контроль, как таковое управление или власть. То есть вы можете направлять свою активность, вы можете выбирать вектор, куда вы будете нацеливать свои ресурсы. Вот. А значит. Ну. Ресурсы имеются в виду психоэмоциональные, да? Вот. И это в принципе все. Вы не можете отвечать ни за последствия, к которым могут привести ваши действия, потому что далеко не всегда нам известно об этих самых, значит, последствиях. Вот. Не всегда мы знаем о их содержании. Вот. И, соответственно, четко отделить то, чем вы можете управлять. Вот. И то, чем вы управлять в принципе не способны. Вот. Это довольно непросто, потому что человеку хочется, человеку кажется, что управлять он может довольно большим количеством людей. вещей. Хотя здесь по большому счету, ну вот, или где, то человек может управлять большим количеством вещей. как-то так. Как-то так. Как-то так. Все эти вопросы тщательно можно проработать в процессе индивидуальной консультации. Вот. Выбирайте себе эксперта, начинайте работать. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Возвращайте себя в страницу. Удачи! Продолжение следует...